Сегодня в Казани главы регионов Приволжского федерального округа обсудили поставки продукции агропромышленного комплекса на внешние рынки. Совещание провел министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев. В нем участвовали глава республики Михаил Игнатьев и министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Более чем в два раза должны увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса регионы ПФО к 2024 году. Таковы прогнозы Минсельхоз России, которые озвучил Дмитрий Патрушев. Как вы знаете, в своем майском указе президент Российской Федерации обозначил для АПК стратегическую цель кратно увеличить к 2024 году экспорт продукции до 45 миллиардов долларов в денежном эквиваленте. На сегодняшний день основными экспортными позициями округа являются масложировая продукция и зерно. Сейчас наш федеральный округ занимает второе место в России по производству продукции АПК. Здесь ежегодно выращивается почти четверть от общероссийского показателя масличных культуры картофеля, около 20% зерновых и зернобобовых культуры овощей, а также более 16% сахарной свеклы. Что касается Чуваши, через пять лет объем экспорта должен увеличиться до 46 миллионов долларов. Для выполнения этого плана у нас есть все основания. Уже сегодня продукция АПК Чуваши экспортируется в 26 стран мира. В 2018 году Чувашская республика впервые экспортировала в Германию и Иран зерно и масличные культуры, отметил министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. Помимо расширения географии продаж, Чуваши нужно продолжить развивать агроэкспорт продукции глубокой переработки. Это кондитерские изделия, соусы, кетчуп, горчица, подчеркнул Михаил Игнатьев. Подробности совещания в специальном репортаже Дмитрия Ковалева. Он выйдет в программе «Республика» в понедельник, 25 февраля в 20.00. Продолжение следует...